И вот, возобновляю видео. Значит, количество людей, которые содержат животных здесь, примерно такое же, как и у нас. То есть, это исключительно зависит от потребности, от каких-то нужд. Кому-то нужен друг, кому-то нужно ребенку друга приобрести, еще что-то. То есть, много, много людей, они гуляют. Разница в том, что гуляют они, убирают за собой, за животными, отходы их жизнедеятельности. То есть, такого, чтобы собака сделала свои дела и пошла дальше, а хозяин после этого не убрал, нет. Потому что штрафы здесь конские, реально за этим следят. Поэтому, в этом плане ситуация такая. Что касается налогов и так далее, я вот, у меня всего, правда, сколько? Раз, два, три, четыре. У меня у четырех человек есть животные дома. И я, честно говоря, ни разу не слышал, чтобы с них были какие-то налоги. То есть, это абсолютно up to you, как говорится. Вот ты хочешь, ты содержишь этих животных, собственно, это твое развлечение. Единственное, что я вам уже говорил, когда я говорил по поводу поиска жилья, что наличие у тебя собак или кошек, оно может осложнить тебе поиск жилья. Потому что далеко не все проприетеры, собственники, лендлорды недвижимости любят жильцов, которые приходят к ним с какими-то питомцами домашними. Потому что считается, что это беспокойство, это запах, это беспокойство для соседей. То есть, там, типа, лай какой-нибудь по ночам, это ободранные стены после того, как съезжают жильцы. То есть, необходимо сделать ремонт. Ну, то есть, есть свои нюансы, и проприетеры, лендлорды, они не горят желанием. Я по этому поводу уже говорил. А так, никаких плат за то, что у тебя есть животные, государство с тебя не снимает. Насколько дорого, недорого содержать животное, я считаю, что довольно-таки дорого. То есть, если ты, условно говоря, живешь на минималку, то ты, условно говоря, будешь жить на одном и том же корме, что и твоя собака. То есть, там, пакеты корма, которые стоят, там, от 40 до 70 долларов. Всякие разные баночки с консервами и так далее, которые тоже, там, стоят так же или дороже, чем те же самые консервы для человеков. То есть, там, в диапазоне за маленькую баночку, там, от 3 до, сколько я видел, где-то до 7 до 8 долларов за баночку. Ну, это маленькие баночки, которые, там, сколько они, наверное, грамм 150, там, с чем-нибудь 200 грамм, что-то такое. Я не собачник, поэтому я, вот, не в курсе. Просто я ради интереса смотрел, когда у меня мои знакомые покупали, что они там покупают. Ну, в общем, я считаю, что, если у тебя нет нормальной работы, зарплаты, там, где-нибудь, ну, хотя бы, там, от 15 до 20 долларов в час, то это будет бить тебя по карману, реально, то, что ты будешь покупать корм для животных. Вот. Плюс вы должны будете, естественно, там, собаку как-то причесывать, у ветеринара наблюдать, а это тоже, особенно у ветеринара, как бы, это очень не дешевое удовольствие. То есть, я там слышал, что там за прием то ли 50, то ли 100 долларов, что-то такое, то есть, немало, скажем так. Поэтому, вот, имейте в виду, я буду стоять пробки дальше, а с вами откланиваюсь, желаю всем самого хорошего и счастливо. Спасибо.